Вот знаете, сегодня в докладе я сам первый раз и сразу услышал из доклада Ирины Ивановны, которая тоже глубоко уважает эту порядочность, честность и справедливость, которую сами министр проявляет. Вот поступила продукция, где реализованы продукции сельскохозяйственные на 17, я бы сказал, 18 миллиардов рублей в год. И хотелось спросить, а сколько получил бюджет налога от сельскохозяйственного производства? И мы там, у нас все миллиардом, два миллиарда на воздержку ежегодно туда, оно все проедается, товарные продукции мы почти не производим, и отдачи никакой нет. Это просто можно еще сто миллиардов туда перейдать, а ведь надо организовывать дело как положено. Вот, допустим, соседи, Красноярский край, Кемеровская область, которая с нами соседи, с востока и с запада, они от сельскохозяйства получают прибыль в бюджет. Это ранние овощи, темлицы, которые там сохранились и построены в Новый год, зерновое, это здесь. У нас вообще ничего нет. Вот мы все вкладываем. Поэтому вот здесь важно было, Денису, для нас, чтобы сказать, продукции-то продали, может, это пиво, газировка, все это, все сельхозпродукции. А сколько мяса продали? Сколько едим с курятины? У нас этого уже и курятины не стало, и бройлеров нет, ничего нет. Что же мы тут сдаем? Молоко сдаем в Красноярской крае в основном, а потребляем из Красноярского края из других районов. Ведь смысл-то ведь такой, сегодня мы действительно цель для публичных слушаний посмотреть, что нам не удалось сделать в прошедшем 2017 году, чтобы, по крайней мере, по 2018-2019, и допустим, как ошибок, эффективно сработать. Поэтому я просто хотел поблагодарить всех участников, слушателей, которые высказали предложения, большие или малые, но это садилось на все предложения. Я так и предлагаю принять вот проект рекомендации за основу, он есть, он подготовленный, и все многие из них участвовали в этом. И второе, с учетом высказанных предложений, которые здесь прозвучали, что предакционная комиссия, которая была, доработала, включила, и модели, чтобы эти рекомендации получить, прежде всего, это кого касается, это правительство, это торговый совет и органы местного самоуправления, которые тоже должны понимать, что там сделано и что может быть учтенно. Поэтому предлагается принять за основу, прошу проголосовать, за основу. Ну, если нет, подожжили, поскольку у нас система голосования только не показывает, где включается. Если нет, подожжили, будем считать, что мы одобрели, а передали обязательно все это включить. Ну, по отдельным направлениям, где это не все. Я хотел бы, во-первых, почему поблагодарить высказанные источники, что же более эффективно нам надо работать, как исполнять эти деньги. Искать дополнительные источники доходов, и, с другой стороны, рационально использовать все доходы, которые есть. Я должен сказать, что уже в 2017 году мы сделали шаг. Мы почти на 2 миллиарда, ну, чуть меньше, собрали больше налогов. Это мы призвали к порядку, прежде всего, угольных предприятий. Но они еще даже, условно, даже 30% еще не платят тех налогов, которые должны быть по закону платить, они еще не платят. Мы хотели бы попросить, чтобы 50% платить, законно, ни каких-то предумантов. Сейчас мы активно начинаем работать с федеральным центром. Почему? Поскольку законы, когда принимаются Государственные думы, они тоже не учитывают последствия этих законов на бюджеты субъекта Российской Федерации. А если они изымают у нас доходы, то бюджетный кодекс России требует. Они должны нам компенсировать, возместить выпадающие доходы. Никто этим не занимается. Никто. Закон не выполняется. Федеральный закон выполняется. Поэтому сейчас надо работать над своими внутренними нашими недостатками здесь, в ромах, если совершенствовать. И второе, естественно, работать на совершенствовании федерального законодательства. Тем более президент Российской Федерации призвал выстроить справедливые межбюджетные отношения в стране. Именно справедливые. Они у нас несправедливые. В любом федеративном государстве налоги делятся 50 на 50. Как правило. Как правило. Это могут быть исключения. У нас же условно налоги делятся 70 на 30. походы. Для кого средство...